Топ самых сооблазнительных бесстыдницы по знаку зодиака. Любовная астрология позволяет делать предсказания о любовных отношениях человека, его успехе у противоположного пола, о его семейной и сексуальной жизни. Любовь правит миром, она волнует всех и каждого. И чаще всего человек, заглядывая в гороскоп, стремится узнать именно о том, что ждет его на любовном фронте. И любовная астрология позволяет делать предсказания о любовных отношениях человека, его успехе у противоположного пола, о его семейной и сексуальной жизни. Топ самых сооблазнительных бесстыдницы по знаку зодиака. 12 место Козерог. Любовь и Козерог – это совершенно отдельная глава. Кажется, сама постановка вопроса некорректна, настолько Козерог кажется далеким от любви. Того, кто ожидает от любящего настоять на своем, не склонного к сантиментам Козерога бурных проявлений ситой эракти, постигнет горькое разочарование. Эта сдержанная женщина подобна кристаллу редкой чистоты и красоты. Она прекрасно играет роль неприступной холодной красавицы с лицом, застывшим как маска. Во всем ее поведении читается отчетливое стремление сохранять дистанцию, незнакомцу нечего рассчитывать, установить с ней быстро контакт. Очень медленно она подпускает обожателей к себе поближе, и таких никогда не бывает много. Такой девушке присуще честолюбие, ее требования к потенциальному партнеру завышены. Редко кому удается добраться до ослепительной вершины, для этого нужно быть настоящим героем. Ей нравятся поклонники из породы победителей, но не громогласные неотесанные мужланы. Даже если сама она любит пококетничать в спальне, от других она требует безукоризненных манер. Честолюбие, вот что составляет внутреннюю пружину женщин-козерогов. Они готовы на любые жертвы ради карьеры. И такой же отдачи они ожидают от мужчины, который должен иметь ту же профессию, что и они. Работа настолько поглощает их, что даже придя домой, они не могут отказать себе в удовольствии обсудить профессиональные проблемы. Попадая в незнакомую им среду, они чувствуют себя не в своей тарелке. Нельзя сказать, что эрнольтическое начало в женщинах-козерогах брызжет через край, но они четко знают, чего хотят. Мужчина, который не может дать им то, чего они хотят, может в два счета получить расчет. А какой смысл продолжать отношения? Одиннадцатое место Близнецы. Проникнуть в любовную тайну, которую несут в себе близнецы, очень и очень непросто. Нередко близнецам бывает мало одного партнера, и они, естественно, без ведома первого, заводят еще и второго. Что за прелесть эта женщина, веселая, остроумная, которой своей приветливой улыбкой ничего не стоит очаровать кого угодно. Общается она с непринужденностью и легкостью, никого не обделяя своим вниманием. У того, кто умело заведет ее или в ноль сбудет любопытство, гораздо больше шансов на успех, чем у подхалима, распростершего синиц перед нею. Она испытывает постоянную потребность задирать других, и словом, и делом. Застой для нее невыносим, ей необходимо все время получать новые импульсы, она не может устоять перед сиюминутным искушением. Чей-то откровенный взгляд зажег в ней искру желания, и вот уже у нее нет ни тени сомнения, лучшего кандидата для любви и сыскать невозможно. Флирт таит для нее несказанное наслаждение и, как говорится, ее долго упрашивать не нужно. Ей нужен визави с такой же реактивностью, как у нее самый. Наталкиваясь на любителя потянуть, она очень быстро теряет всякий интерес. Для нее секс, как забава для ребенка, она не признает сдерживающих начал и не думает о последствиях. Уловив малейший намек, она торопится отдаться своей судьбе, испытывая огромный прилив сил. Если у вас сложная внутренняя организация и тяжелый характер, то вам вряд ли стоит рассчитывать на успех у женщины-близнецов. Десятое место – водолей. У независимого водолея огромное количество тайн, и все они необычны. У него есть то, что одновременно притягивает к нему многих. Его веселый нрав, открытость, но если копнуть поглубже, то окажется, что за этим поверхностным слоем скрывается неисчислимое множество всяких чудачеств. Эта женщина подвижна как ртуть и просто брызжет неистащимой радостью бытия. Она способна и открывает все стороны, в том числе и в любви. Чем оригинальнее человек и чем экзотичнее стиль его жизни, тем сильнее интерес водолея. Она все хочет попробовать на зубок, только не терпит серости и посредственности. Слабость женщины-водолея – люди, которые не вписываются в прокрустово ложе общественных установлений, потому что в душе она – революционер. Она стремится перевернуть устои, объять необъятное, открыть глаза окружающим на истинный смысл событий. А поскольку общество еще не готово воспринимать таких людей всерьез, она часто набивает себе шишки. И все равно водолей не сдастся. Она пронесет в сердце свой юношеский порыв через всю жизнь и найдет собственный стиль, который будет отвечать ее беспокойной натуре. В жизни женщины-водолея огромную роль играет дружба. Друзей у нее множество, и она не делает между ними различия по общественному положению. То же мы видим и в ее отношениях с партнерами. Она любит экспериментировать, в том числе и в сексе, и порой для нее важен не Орк ЭЗМ, а сам факт, что она обогатилась новым опытом. Она хочет изведать как можно больше сторон жизни, и поэтому ее собственная жизнь напоминает бурный, порожистый поток. Девятое место. Стрелец. На свете есть много стрельцов, мечтающих о настоящей, большой любви, которые, однако, ищут ее совсем не там, где следует. Едва ли найдется другая женщина, которая исповедовала бы столь свободные взгляды в отношении постели, как эта дама. Она легко и непринужденно идет на поводу чувства, возникающего в ее душе, подобно вспышкам, импульсам, поскольку она современная женщина, не привыкшая предаваться грусти и смело бросающая вызов всякого рода табу. Будучи спортивной и абсолютно чуждой всякому жеманству, она любит мужские компании, в которых чувствует себя лучше, чем в специфической атмосфере типично женских разговоров. Она хороший, веселый товарищ и с равным интересом отправляется на футбольные матчи на хозяйственный рынок. При этом, она в полной мере сохраняет всю прелесть женственности и становится чертовски обворожительной, когда меняет потертые джинсы на платье с низким кокетливым вырезом. Эта чудесная метаморфоза производит неизгладимое впечатление на ее товарищей, которые привыкли считать ее своим парнем. Так что женщина-стрелец может вполне органично представать в двух совершенно разных ипостасях своего в доску парней, наделенной редким даром женственности искусительницы мужских сердец. В крови ее, однако, не истребим дух авантюрности, поэтому она питает большую слабость к мужчинам, плюющим на условности и ведущим свободный образ жизни. Ее идеал – это люк-ноль в нит герой, смелый пират, персонаж серии фильмов о рыцарях плаща и шпаге. Вполне возможно, что в душе она млеет от надежды встретить отважного летчика, который знает весь мир как свои пять пальцев и у которого всегда на готове захватывающий дух истории, конечно же в основе которых то, что пришлось пережить ему самому. Дыхание большого мира оказывает на этот тип женщин эрнольтизирующе волнующее воздействие, оно помогает им перенестись в совершенно другой мир, чуждый приземленных интересов. Так что детсадовскому товарищу такой женщины, тешащему себя надеждой надеть на ее палец обручальное кольцо. Несмотря на то, что с той поры прошло уже добрых 20 лет, можно посоветовать оставить эту мечту, не имеющую под собой никаких оснований. Женщину-стрельца манит дух неизвестности и дальних странствий, которому она охотно предпочитает перспективу стабильной и обеспеченной жизни. Восьмое место Рыба. Рыба любит тайны мира и мир грез. Реальность, увы, имеет мало общего с нашими фантазиями, и это особенно справедливо в отношении любви. Любовь на расстоянии, а то и вообще платоническая любовь представляет собой тайну этого знака. Кому-то удастся приподнять завесу над тайной и разбудить спящую красавицу. Ее манящий взор и обворожительную улыбку не так-то просто забыть. Того, кто начинает флирт с этой мечтательницей, подстерегает опасность попасть под ее чары. Мужские сердца – легкая добыча для нее, даже если специально она к этому не стремится. Нередко ее тревожат ее собственные фантазии. К примеру, ей безумно нравится под строгим платьем носить соблоизнительное белье. Это так возбуждает, в амурных делах эта таинственная леди придерживается очень своеобразной тактике. Сперва она поманит, а потом напустит важный и недоступный вид. Так и хочется сказать, что она скрывается в безопасных глубинах, как только блеснет рыболовный крючок. Рыбы охотно идут на флирт при условии, что строго соблюдаются правила игры. Тех, кто позволит себе много, она сразу покидает, даже если ей случилось раз уступить желанию, будучи опьяненной ароматом летней ночи или атмосферой рождественского торжества. Кто хочет добиться успеха, ни в коем случае не должен торопиться. Чутко реагирующие на все женщины рыбы не любят пускать себе в душу никого. Роскошное же их тело, напротив, может быть знакомо чуть ли не половине города. То обстоятельство, что рыбы неохотно говорят нет, приводит к тому, что у них порой не получается выполнить все принятые на себя обязательства. Последствия их неосмотрительности могут быть серьезными, потери работы, угрозы личной жизни. Когда рыбы влюблены, они не могут сосредоточиться ни на чем другом. Дисциплина не относится к сильным сторонам рыб. Им нужно научиться, переступая через себя, проявлять твердость, потому что нельзя поддаваться любому соблазну. Только по прошествии многих лет рыбы начнут корить себя за неосмотрительность. Им мешает их повышенная эмоциональность. Тот факт, что кавалер угощает, вовсе не карт-бланш на то, чтобы заходить слишком далеко. Многие женщины-рыбы проявляют уж слишком большое великодушие в этом отношении, и им срочно нужно научиться ограничивать себя. Седьмое место – Скорпион. У этого человеческого типа лишь одна единственная сокровенная сердечная тайна. Чтобы ее разглядеть, может не хватить целой жизни. Люди, родившиеся под этим знаком, чрезвычайно сложны и просты одновременно. Любовь для Скорпиона – это мистический опыт. Она кажется холодной и выдержанной, но на самом деле в ее душе просто бурлят страсти. Она наделена даром особого магнетизма, а в сочетании со своим нравием ее натуры это дает взрывоопасную смесь. Женщины-скорпионы в совершенстве владеют искусством разыгрывать роль загадочных красавиц. И ее потенциальная жертва будет не спать ночами, мучаясь и сгорая от страсти. Они не из тех женщин, кого покоряют, они сами ищут себе любовника и по своему вкусу. Словно рентгеновский луч, их острый взор просвечивает кандидата на любовь и безошибочно определяет, чего ждать от данного конкретного представителя сильной половины человечества. Встреча с полной страсти женщины-скорпионом – всегда незабываемое событие в жизни, даже если знакомство ограничивается одной ночью. Но не позавидуешь тому мужчине, кого она по-настоящему любит. Она не будет спускать с него глаз, будет сторожить буквально каждое его движение, пока он не сделает какой-нибудь неверный шаг, а это только вопрос времени, и тогда пусть Господь милует. Она будет его терзать и мучить нещадно, что вполне согласуется с ее логикой, ее месть преследует определенную цель. Слава Богу, не все скорпионы женского пола подобны самке богомола, которая с аппетитом пожирает своего брачного партнера после акта любви. Есть на свете и замечательные, добросердечные женщины-скорпионы, они лелеют своего партнера при условии, что он порядочный и надежный человек. И все-таки в общении с женщиной-скорпионом какое-то шестое чувство вам подсказывает, что с ней шутки плохи, лучше не дразнить гусей. Она – сильная женщина, ярко выраженная индивидуалистка, несущая в себе тонкое и трудноуловимое начало и подыскивающая равную себе пару. Женщине-козерогу присуща огромная целеустремленность. Ее может устроить только незаурядный любовник, потому что ей нужно время, чтобы достичь кондиции. От партнера требуется терпение и тонкое чутье. Среди претендентов на ее руку предпочтение отдается обладателям толстого кошелька и имеющим солидное положение в обществе. Шестое место весы. Любовь – это роскошь, гармония и красота. Для эстетов, которыми слывут между другими знаками зодиакального круга весы, тайна любви заключается в изящном совершенстве предмета воздыханий. Большинство весов женского пола – настоящие красавицы. И почти все женщины-весы умеют подавать себя с самой выигрышной стороны. У них не только элегантная, но и спортивная выправка. Своим присутствием они способны украсить любой званый вечер или же блистать драгоценной жемчужиной в коллекции какого-нибудь богатого плейбоя. Сексапильные весы будут эротические фантазии, и едва ли найдется тот, кто устоит перед их чарами. Они знакомы с самыми интересными людьми, быстро устанавливают контакт, причем в самых высоких сферах. Кажется, что их природный шарм и обворожительная улыбка в состоянии растопить ледники. Они – великие мастерицы любовной игры, как бы невзначай при разговоре обнаружится какая-то пикантная деталь женского туалета. Однако закидывают в свои сети обольщение весы избирательно, им нужен достойный партнер, который бы удовлетворял запросы их живого, гибкого ума и разделял бы их потребность быть в курсе последних новостей. Это их настоящая мания. У зануд нет никаких шансов добиться их расположения, какими бы писанными красавцами они не были. А о том, как они падки на красивых мужчин, мы уже сказали. Все грубое отталкивает их. Они хотят испытывать наслаждение от созерцания прекрасного, пропорционально сложенного тела, по возможности лишенного растительности. Чего бы мы хотели пожелать весам, так это чтобы в поисках партнера они больше внимания уделяли критерию психической уравновешенности, основательности, потому что им необходим человек, который бы знал, как обращаться с ними, учитывая их подверженность резким колебаниям настроения и такую их черту, как вечная нерешительность. Нередко семейные союзы женщин-весов и распадаются по той причине, что они обманулись и в очередной раз отдали предпочтение настоящему, надежному человеку, а красавцу с глянцевой обложки журнала. Пятое место. Лев. Лев – баловень науки страсти нежной, любви, потому что он сам самозабвенный любовник. Он все хочет изведать, мимолетную влюбленность, серьезное, переворачивающее чувство, эдакий уходящий размах в удовлетворении своих желаний, причем на иную роль. Кроме главной, он не согласен. Доскональное знание и искусство обольщения, соединяясь в этой огненной женщине с хищным инстинктом дикой кошки, дают просто неотразимый сплав. Эти женщины охотно играют с огнем, потому что они на практике хотят удостовериться в своей сексуальной привлекательности. Стоит такой женщине появиться в обществе, как от нее, кажется, начинают исходить незримые токи, и все взоры обращаются к ней. Ее грациозные манеры и грудной голос помогают ей без труда обворожить намеченную жертву. И уж если она воспылала к кому-то страстью, неважно, будет ли это театральной премьеры или ее новый шеф, всякое сопротивление бесполезно. Коль она вбила в свою очаровательную головку, что она должна добиться своего, она не отступится. Эротическое начало буквально переполняет ее, а плотская любовь необходима ей как воздух. Поскольку она обладает колоссальным либидо, за ней тянется огромный шлейф покоренных сердец. Но при всей своей внешности роковой женщины вам в душе она лелеет надежду, что найдется герой, который сможет подчинить ее себе. Правда, такая задача далеко не каждому по плечу, потому что только стоит немного перегнуть палку, как вы разбудите в ней дикого зверя. Ее слабость к предметам роскоши может сыграть с ней злую шутку. Немало львов женского пола обрекли себя на жизнь в золотой клетке. Четвертое место рак. Романтика, загадочное мерцание свеч, тонкое эмоциональное восприятие мира, это то, чем живет, чем характеризуется мечтательная натура рака. Для этой женщины, родившейся в самое жаркое время года, очень много значит тепло и ласка со стороны мужчины. Хотя порой внутри у нее может клокотать вулкан. По натуре она скорее робкая и осторожная, и это накладывает отпечаток на те требования, которые она предъявляет к любви. Что касается того, чтобы пофлиртовать, тут дело обстоит иначе. Даже порой диву даешься, как эта сдержанная по своей глубинной сущности женщина может так неузнаваемо преображаться, кокетничая и соблазняя сильный пол по всем правилам заурядного кокетства. Многообещающее хихиканье, томно заведенные глаза, все эти штучки, перед которыми не устоит ни одно мужское сердце, пускаются в ход без малейшего колебания. Определенно, одиночество производит и сушающее действие на этот тип женщин. Им нужна романтика, тихие любовные признания на уединенной скамейке в парке при Луне. Вот ее атмосфера, начиная с далеких школьных лет. Нередко случается так, что женщина-рак флиртуя становится жертвой своих повышенных требований. Ей плохо дается контроль над своей тонкой эмоциональной сферой. Она свято относится к своему внутреннему миру, поэтому и к сексу нередко относится слишком серьезно, отдает ему много эмоциональных сил. Чтобы по-настоящему возбудиться, она должна быть серьезно влюблена. Именно по этой причине женщины-раки редко заводят любовника. Зато вполне в ее характере упустить подвернувшуюся возможность прекрасно поразвлечься только потому, что она дома терпеливо дожидается звонка от человека, с которым условилась заранее. В целом женщину-рака отличает несколько старомодный вкус к элегантности. Всякие новомодные завихрения производят на нее скорее отталкивающее действие. Ей импонирует классический стиль одежды, потому что консервативный фасад для нее является признаком того, что перед ней – человек предсказуемый, которому можно доверять, а преданность для этого типа женщин – ценность номер один. Третье место – телец. Безграничная чувственность – вот что составляет сердцевину естества людей, появившихся на свет под этим знаком. Наслаждение и еще раз наслаждение. Вот их девиз. Хотя нужно оговориться, что они не любят сразу бросаться с места в карьер, предпочитают пить нектар любви, не торопясь. Никаких эпитетов не хватит, чтобы описать эту восхитительную женщину. Наиболее полное воплощение женственности. Фигура – безупречно, в глазах – бездонная тайна, и ходит как пава. Раз взглянув, сразу попадаешь под власть ее чар. Потому что этот тип женщин не нужно учить, как одеваться и подчеркивать свои достоинства. Даже в спортивном снаряжении ее фигура не утрачивает прелести женственности, а всегда присутствующее в ней возбуждение, эротическое начало каким-то необъяснимым образом уживается со способностью производить впечатление просто хорошего, надежного товарища. Требования ее к претендующим разделить с ней любовное ложе весьма высоки, потому что ей нравится широкоплечие мужчины с атлетической фигурой. Утонченные интеллектуалы не имеют и таких женщин шансов на успех. Ведь для нее решающее значение имеет зрительное восприятие и тактильные ощущения. В полном соответствии со своей природой, а это, как вы помните, естественность и открытость, она охотно демонстрирует себя в костюме Евы, не видя ничего зазорного в этом, так как прекрасные тела и созданные Господом мужчины и женщины предназначены для любви. И пусть вас не отпугивает внушительность внешнего облика, которая иногда встречается у женщин этого знака, все равно будьте уверены, под этой обманчивой оболочкой бурлят эротические фантазии. Коль женщины этого типа так устроены, есть ли смысл требовать от них, чтобы время от времени они не пускались на рискованные амурные авантюры? Жизненная сила и шарм, присущий им, позволяют им одновременно иметь сразу несколько любовников. Второе место Овен. Более прямых и открытых людей трудно себе представить. За всегдашней готовностью необузданного, огненного Овна атаковать, в сущности, скрывается только одно, не знающее гранит желания. Одной искры достаточно, чтобы в нем проснулся инстинкт настоящего охотника. Ее можно уподобить горящему факелу, который разожжет страсть в сердцах всех мужчин, встречающихся на ее пути. Уверенной и независимой поступью идет она по жизни. Ей ничего не стоит бросить вызов целому миру, и она не будет искать сильные личности себе в союзники, чтобы одержать верх в схватке. Впрочем, может быть, она тоже нуждается в сильном плече, только виду ни за что не подаст. Суперменам нужно поторопиться, чтобы завоевать женщину этого огненного знака, потому что, как правило, она делает это сама. Когда в поле ее зрения попадает интересующий ее кавалер, будьте уверены, она своего не упустит. Коль в ее хорошенькой головке созрел определенный план, ее намерения прочитываются без труда. В таких случаях она предпочитает одежду красных тонов, посылает тому, на которого положила глаз, записки любовного содержания прямо на работу, и сама назначает свидание. А что в этом такого? Женщина Овен действует в духе времени, она никогда не согласится на второстепенную роль в любовном союзе. Она следует своим курсам, знает, чего она хочет, и в первую очередь это относится к ее поведению в постели. Мужчинам, неуверенным в себе, нечего даже рассчитывать добиться у нее успеха. В слабаках для нее нет никакой привлекательности, ей нужен настоящий мужчина, достойный ее. Первое место Дева. Дева-нелюбительница слишком мудрить и усложнять себе жизнь всякого рода условностями. Если они решили провести с кем-нибудь ночь, они позволяют себе полную свободу действий, руководствуясь только своими сексуальными инстинктами и представлениями. Железные Девы при всей своей рассудительности и положительности в вопросах близости большие реалисты. Просто эти интеллигентные дамы слишком хорошо знают, что здоровый организм требует своего, поэтому они обожают флиртовать. Сейчас, когда нравы стали намного свободнее, Девы тоже жаждут раскрепоститься. Им только нужно контролировать себя, чтобы не заиграться, чтобы легкость поведениями вошла в их плоть и кровь. Игра искушения страшно нравится Девам. Они умело берут под обстрел потенциальных кавалеров, привлекающих их внимание своей интеллигентностью, и извлекают их за ушко на солнышко, иными словами, не позволяют им отсидеться и отмолчаться. Поразительно, как быстро они справляются с этой работой обольщения. И дальше Девы не ждут особого приглашения, просто диву даешься, как ловко расстаются они с одеждой, как только подвернется подходящий случай. Если очередной поклонник предложит им заняться любовью на сеновале или использовать для этой цели кухонный стол, что ж, всегда пожалуйста. Чем дальше, тем больше, войдя во вкус, они начинают ощущать всем своим существом, как важно для них не упустить своего, взять от жизни все. С каждым новым любовным приключением растет их привлекательность и физическая сноровка. При таком подходе любовь превращается в своего рода спорт. Но в таком нарастающем темпе заключен для них источник наслаждения. Местом для занятий любовью, где их особенно разбирает азарт. По старинке является их работа, и это при отмечавшемся уже ревностном отношении женщин этого типа к исполнению своих обязанностей и их сверхогранизованности. В окружении компьютеров и папок с документами она дерзко флиртует без разбору со всеми, с коллегами, со своим шефом. Статусные различия начальник подчиненной она принимает во внимание. Вместе с тем она ничего не имеет и против того, чтобы заняться любовью в свободное от работы время, это для Девы имеет то преимущество, что вносится необходимое разнообразие, расширяется круг знакомых. Всему свое время, гласит ее жизненный девиз, из чего можно заключить, что в жизни она придерживается определенной системы. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.